Привет, котаны! С вами Кристина Финк, в эфире шоу «Один на один», где мы выставляем друг против друга разные вещи. В прошлый раз мы размышляли, кем лучше быть – серьезным взрослым или оставаться ребенком в душе. Голосование показало, что в большинстве из нас еще не угасла искра детской непосредственности. Но сейчас новая тема. Free to play против полноценных игр. Что бы там ни говорили любители торрентов, игры нужно покупать, а не скачивать на халяву. Ведь разработчики вкладывают в них столько труда, не спят сутками, чтобы успеть в срок. И чем выше продажи, тем больше вознаграждения за их усилия. Простая схема – покупаешь диск, ну или ключ в стиме, и все, игра твоя, пользуйся на здоровье, делай с ней что хочешь. Однако с недавних пор все больше распространения получает модель free to play. Условно-бесплатные игры. И это манящее слово – бесплатные. Как ни парадоксально, создатели таких игр набивают в свои карманы гораздо легче и быстрее, чем те, кто создают хиты и выпускают их каждый год по розничным ценам. В чем секрет? Free to play модель стала действенным инструментом для приобщения вечно пиратствующих игроков к лицензионному контенту. Ведь покупать игру не надо, она и так бесплатна. Скачать ее можно прямо с официального сайта. Регистрируйся, устанавливай и отправляйся покорять просторы виртуальных миров вместе с другими игроками. И не забудь обратить внимание на таблицу рейтингов. Вдруг ты увидишь там своего старого знакомого, который развился до заоблачного уровня, приобрел себе пару пушек и уже нагибает всех. Тоже так хочешь? Хочу. Тогда заходи в магазин и покупай себе вот эти пушки, а еще трехкратное увеличение своего опыта. Тогда ты сможешь догнать того парня и соперничать с ним на равных. Покупать виртуальные предметы в игре, ты что? Нет, это тупо. Тем не менее, рано или поздно такие вот недовольные соглашаются на условия игры и приобщаются к встроенным покупкам. Если им действительно нравится игра, конечно же. И все бы ничего, если бы разработчики не злоупотребляли своим положением, не заставляли бы игроков платить за каждую выстрелку и за каждую баночку лечебного зелья. Многие браузерные ММО грешат этим. Панзар, казалось бы, отличная вещь, но она напрочь отбивает желание в себя играть, постоянно навязывая какие-то платные функции. А представьте, что эта модель будет использоваться не только в играх, но и в жизни. О, здравствуйте, девушка. А у нас сегодня акция бесплатный бургер. Да, это просто две булки, вы, наверное, так думаете. А я вам скажу, да, это действительно просто две булки. Если вы хотите, чтобы получился гамбургер, полноценный настоящий гамбургер, то заплатите. Купите еще котлету, салат, майонез. Поместите это все между двумя булками и будет вам полноценный гамбургер. А бесплатно вам достанутся лишь две булки. Я бы не хотела такого. Особенно знаю, что есть фри-то-плей игр, которые делают ставку на платные премиум аккаунты, что гораздо более демократично. Дота 2, например, зарабатывает на продажах шапок, скинов, оружия, но это никак не влияет на баланс сил в игре. А еще есть такой тип условно-бесплатных игр, которые делают упор на качество игры и на широту ее распространения. Отличный пример – отечественная World of Tanks, в которую играет, наверное, уже весь мир. В прошлом году я заработок составил более 500 миллионов евро. И заметьте, в этой игре не нужно тратить большую часть своих карманных денег, чтобы просто комфортно себя там чувствовать. А теперь давайте сравним, что из себя представляют платные игры, а что условно-бесплатные. За полную цену обычно продаются большие игры, громкие блокбастеры, глубокие и проработанные RPG с полностью открытым для исследования миром, в котором игрок всегда в эпицентре самых интересных событий. Это игры с сюжетом, с хорошей постановкой, с выверенным геймплеем. Во многих из них есть мультиплеер. И все это мы получаем сразу, стоит лишь один раз заплатить. Ну, здравствуйте, девушка. Хотите купить бургер? 60 рублей. Пожалуйста, этот бургер полностью ваш. Приятного аппетита. Однако пагубное влияние фри-то-плея сказывается и на платных играх. В разделе с DLC все чаще можно увидеть дополнительное оружие, одежду для героев, виртуальную валюту. И у всего этого есть своя цена. Конечно, это все не обязательно, никто вам ничего не навязывает. Но неприятный осадок все же остается. Какими мы привыкли видеть бесплатные игры? Это ММО, часто азиатские, часто похожие друг на друга, как две капли воды. Еще есть сетевые шутеры, вроде Warface или Loadout. Ну и, конечно, как же без них? Это приложение для современных смартфонов. Золотая жила для предприимчивых игроделов. Простенькие, незамысловатые игры с однотипным геймплеем. Однако они такие вымогатели, что хоть на год вперед закупай все, что в них есть. Особенно обидно, когда фри-то-плей портит действительно интересные идеи. Вы смотрите самый народный канал в мире топ 5 дай 5. И с вами я, Кристина Финг. Вы смотрите самый народный канал в мире топ 5 дай 5. И с вами я, Кристина Финг. Как круто! Я хочу еще! Вот. Индоклаб. Что? Одна неделя 169 рублей? Не надо так. Недавно компания Apple объявила, что собирается вынести платные, полноценные игры в отдельную категорию. Понимают, что нужно возвращать людей на путь истины и не позволять им тонуть в этом омуте условно-бесплатного безвкусия. А то скоро совсем не останется полноценных игр. Ну разве это хорошо? Как бы то ни было, предпочтения у всех разные. Я люблю большие и проработанные игры с сюжетом и атмосферой, поэтому с удовольствием покупаю себе такие. Кто-то любит побегать вечерком с друзьями в бесплатном Warface, а кто-то строит фирму у себя в телефоне и покупает для нее украшения. Голосуйте в нашей группе ВКонтакте, ссылка есть в описании, за фри-то-плей или за полноценные игры, и тогда мы узнаем о ваших предпочтениях. На сегодня все, катаны. Заходите на мою страницу ВКонтакте, если хотите видеть меня чаще. Всем пока! Я буду радоваться так, будто все игры стали полностью бесплатными, если ты посмотришь, что 5 русскоязычных поп-певцов, а также предыдущий выпуск 1 на 1. Серьезность против ребячества! Субтитры подогнал «Симон»!